МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В наших обыкновенных историях мы уже с вами обсудили тему дверей. А вот такой важный элемент дверного хозяйства, как замок, остался у нас без внимания. Пришла пора поговорить о нем особо, ведь без замка и дверь-то, собственно, и не дверь. Самым далеким предком замка был веревочный узел. Для повышения прочности такого соединения, кроме веревок, использовали различные элементы из дерева, кости и металла. Из подобных приспособлений впоследствии появились пряжки и многие головоломки. С помощью веревки человек мог опустить или поднять щеколду. И как тут не вспомнить присловие – дерни за веревочку, двери откроются. Для обеспечения безопасностью ночью или когда кто-то находился дома, веревку втягивали внутрь. Понятно, что такое устройство было ненадежным, и в основном его использовали против проникновения зверей. Время рождения такой запорной конструкции неизвестно, но еще лет сто-двести тому назад она широко применялась в сельских жилищах. В цивилизациях Древнего Востока появились деревянные замки. Подобный тип замка с падающими штифтами получил название египетского, поскольку в Древнем Египте были обнаружены не только изображения подобных замков, но и отдельные их части. Понятно, что у таких замков все элементы корпуса, механизмы и крепежные детали были сделаны из дерева. Основа египетского замка – это так называемый запорный брус двери. Представляет он собой довольно толстую и прочную доску, в которой просверливали несколько отверстий. В отверстие вставляли палочки-штыри, которые свободно передвигались вверх и вниз. Точно так же располагались неподвижные штыри и на доске-ключе. Размещали замки и на наружной, и на внутренней сторонах двери, а снаружи в стене здания оставляли небольшое оконце для ключа. Для открывания замка, установленного внутри помещения, необходимо было просунуть руку с ключом в оконце, вставить ключ в отверстие засова и поднять его вверх. В античной Греции был распространен свой похожий тип замка, который, по преданию, сохраненному для нас римским историком Плинием Старшим, изобрел Феодор с острова Самос. Такой замок описывает Гомер в Одиссеи. Вышла из спальни, серебряной ручкой двери затворила, крепко задвижку ремнем затянула. Задвинутый снаружи с помощью ремня засов этого античного замка можно было возвратить в прежнее положение только при наличии подходящего ключа. При этом ключ, действовавший как рычаг, бывал огромных размеров и изготавливался из бронзы. Самым древним экземпляром подобного рода является ключ VI века до н.э. от храма Артемиды в Лузах, он длиной 50 см. Древние мастера постоянно стремились уменьшить размеры ключей. Это удалось сделать на рубеже V-VI веков до н.э. с помощью так называемого лакедемонского замка-желуди. В этом механизме запиранию двери способствовала колодка в форме желуди. Ее можно было поднять с помощью ключа и отвести в сторону. Античные замки и по сей день используются в Риме для запирания некоторых старинных церквей. Мастера Древнего Рима изготавливали не только огромные замки для дверей, но и наловчились сделать миниатюрные замочки для шкатулок. Ключи от таких замков носили на пальцах, как кольца. Причем и замки, и ключи уменьшились настолько, что изготавливать их стали уже ювелиры. От древних китайцев до наших дней дошли висячие замки. Полагают, что первоначально они использовались в качестве дорожных замков для ограждения товара на древних торговых путях от нападения разбойников. Они производились всяческих размеров, от самых маленьких до громадных и в форме всевозможных геометрических фигур, животных, рыб и птиц. Наиболее распространены были висячие замки с цилиндрическими корпусами. Отворить висячий замок можно было при помощи ключей, которые поворачивались, винчивались, вытягивались и нажимались. Кстати, в Китае висячий замок символизирует долголетие и хорошее здоровье. Это символ жизни, запертый на замок. В средние века бытовало два основных типа замка – старонемецкий и старофранцузский. Отличались они формой засова. В Восточной Европе такие системы за характерную форму пластины-базы получили название секирные. В период позднего Средневековья в кузнечном ремесле произошло разделение на, собственно, кузнецов, которые занимались металлом с обязательным нагреванием, и специалистов по холодной обработке металла – слесарей. Сам термин «слесарь» по-немецки «шлоссер» происходит от слова «шлосс» – замок. Теперь уже не нужно было корпеть у наковальни, а слесарных дел мастера научились виртуозно управляться с напильниками, ножовками и зубилами. Слесари изобрели особенные замки для церквей и соборов, изготавливая их в форме креста, украшенного изысканным орнаментом. Они также в совершенстве освоили методику создания брельефов, инкустаций, чеканки, разнообразных украшений в виде листьев и завитков. Мастера замочных дел эпохи Возрождения создавали, пожалуй, самые изощренные и красивые замки за всю историю. В этот период замки стали превращаться в маленькие шедевры кузнечного искусства. Сначала украшали узорчатые края замков. Позже и сам замок стали покрывать изображениями листьев и цветов, а также всевозможными фигурами – дельфинов, морских чудовищ, звериными мордами. Нередко использовали гравюры известных художников, перенося сюжеты на корпус замка. В XVIII веке производство дверных замков становится массовым. Талантливые слесари придумывали все более надежные механизмы. Из множества запатентованных устройств можно отметить несколько наиболее популярных типов замков, получивших массовое распространение в XIX и XX веках. В 1818 году английский мастер Джеремия Чапп изобрел так называемый сувальдный замок. Секретная часть такого замка представляет собой пакет фигурных пластин сувальд, в вырезах которых перемещается выступ ригеля, то есть засова. Поворот ключа и перемещение ригеля возможны только в том случае, если выступы на оборотке ключа приведут все сувальды в соответствующее положение. В 1847 году американский кузнец Линус Ейл-старший запатентовал конструкцию, в которой использовал принцип древнеегипетского замка. Позже его сын Линус Ейл-младший творчески переработал наработки отца и запатентовал штифтовый замок с маленьким плоским ключом. Этот замок, ставший одним из наиболее распространенных в XX веке, называют еще американским замком. В конце 19-го столетия приобрел популярность другой тип замка – цилиндровый. Такие замки раньше еще называли английскими или французскими, поскольку именно в этих странах впервые стали производить цилиндровые замки. Главная часть такого замка – цилиндр, в быту его называют личинкой. Он содержит секретный механизм. Для открытия и закрытия цилиндрового замка используются плоские ключи. У таких ключей с одной или с двух сторон имеются небольшие вырезы или зубцы, число которых соответствует количеству штифтов в цилиндре. Вот, собственно, и все по истории механических замков. Ну, а их секреты пусть останутся секретами. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok